В этот день 1925 года в СССР произведен первый полет на сферическом аэростате с научными целями. На сегодняшний день аэростаты – это неотъемлемая часть в исследованиях верхних слоев атмосферы, таких как определение концентрации загрязнения воздуха, состояние озонового слоя и так далее. Также эти летательные аппараты используются и для увлекательного полета с пассажирами. В этот день 2012 года во Дворце независимости в Астане открылась экспозиция работ художников ориентального искусства «Таинственный Восток». На выставке были собраны картины мастеров Казахстана, Ирана, Узбекистана, Туркмении и Китая, экспонаты, олицетворяющие культуру, мудрость, философию и дух Древнего Востока. Экспозиция построена по правилам интернационального искусства. В этот день 2012 года в Алматы в Государственном музее искусств имени Абельхана Костеева открылась выставка произведений Леонида Брюмера. Коллекция привезена из Жамбылского областного историко-краеведческого музея и представлена 70 произведениями. Свои работы при жизни он почти не продавал. Брюмер родился на Украине в 1889 году, но после революции из-за немецкой фамилии был депортирован в Казахстан в город Тарас. В этот день 2012 года загадочной находкой вернулась с раскопок совместная археологическая экспедиция Семипалатинского государственного педагогического института и казну имени Аль-Фараби. Вблизи села Калжир, что в Восточно-Казахстанской области, студенты-историки исследовали древние захоронения – курганы. В одном из курганов исследователи нашли загадочные останки древнего человека. В этот день 1961 года родился киноактер, лауреат Государственной премии Казахской СССР Саги Ашимов. Окончил Алматинский театрально-художественный институт. Дебют Саги Ашимова состоялся в роли Калам в киноленте «Взрасти свой колос» в 1977 году. Но, как считал сам Саги Ашимов, наибольшая его творческая удача – это роль Шокана в четырехсерийном фильме «Шокану Алиханов». Саги Ашимов